Теяк, мои дорогие, это очень хорошая зарядка, она очень качественная, недешёвая и много хороших отзывов. Литокава 500. Я поставил на полную разрядку большие аккумуляторы по 4800 мАч, но я уже говорил в предыдущих видео, они настолько лёгкие, что здесь их нет. И поставил на полную разрядку аккумулятор 3800 мАч. Вот. Зарядка-разрядка, в итоге она пишет END и 211 мАч, всего лишь. То есть, что это такое? 211, а заявляет 3800. Как? Не могу понять. Ну вот, как-то так. Объясните, если я что-то не понял или что, полностью разрядился он и начал заряжаться, и всё, 211 мАч. В общем, продолжается, продолжается наш долгожданный тест. Видим дешёвые аккумуляторы, лёгкие, END, да, полностью зарядка-разрядка. 320 мАч показал, 160 мАч, но благо я их брал для мышки. То, что качественно, уже 1.30, да, заряжается-разряжается, а потом опять зарядится. Норд тест. То есть, это видно, что качество. А это уже всё закончилось. Всё это E, RUN, да, полнейшее, 254. Хотя тут должно быть 3800, тут 4800, по итогу, вот так вот. Так, ребятки, с нами Lita Calo, и стоят хорошие аккумуляторы. Подсказки нет, ладно. Это литий-ионный стоит аккумулятор. У него 2200, 2200 мАч, но, видим, сейчас он ещё заряжается. У него, значит, больше, чем 2200. Это очень круто. Модель 18650, я так понимаю. Эти у нас хорошие тоже аккумуляторы, они очень тяжёлые. Видно, что там что-то есть. Так, по 1500 мАч. Они у меня уже, не знаю, года 2-3. Тоже на резетке брал полторы из трёх осталось. Тоже была полная разрядка, зарядка проведена. Сопротивление ОМа ещё есть. Так, третья батарейка, 919, она ещё заряжается. Тоже 23 сопротивления, это очень хорошо, значит, оно ещё работает. Тем более, я поставил небыструю зарядку на 500 мАч, значит, разрядка, да что же, прицепилась, будет где-то 200. Ну и четвёртая, последняя тоже, 2300. То есть, тоже очень хорошая, 30 Ом. Тоже очень классно. Так, это у нас никель, никель-металл-гидридные батарейки, они с эффектом памяти, поэтому мы их зарядили, разрядили, зарядили. Сбили память. Вот, это говнишко. Действительно, оно во много раз легче и пишет 4800 мАч. Можете смело спор открывать в Китае, потому что здесь... Так, четвёртая, да? End закончилась. Вот это мы вытащим. Здесь этого нет. Тут 200 мАч, видим, да, работает. Этот аппарат также может определять нерабочие батарейки. Это уже сдохло. Один раз она у меня была там на одном устройстве на свечке, или на весах, не помню. Это батарейка сдохла. Как узнал, что сдохла, вот, я поставил этот аппарат, а не, начало заряжаться, а то не заряжалось. То есть, видим, у неё глюки. Ну, тут будет 200 мАч. Вот, немного. И 82 мАч. То есть, она уже не живая. Хотя, миллиомы он очень плохо считает, может ошибаться, поэтому несколько раз нужно втыкнуть, чтобы он вывел среднее число правильное. Вот. Если бы она не работала, она не показывала. Но до этого не работала. Тоже 82 мАч, всё. И скоро ГПЛИД придёт, потому что она до этого не заряжалась. Я просто не снял. Вот. Видим, НОРТЕС, то есть, зарядка, разрядка, зарядка. 500 мАч, очень долго можно было на 1000 её поставить, так как здесь 2000 мАч есть. Или полторы. Так, это уже можно вытаскивать. Она у нас тоже уже проработалась. Вот так вот. Такое классное устройство. Советую.